Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, греши. Номер 386. События дня. Послание к евреям. 9 глава, 27 стих. И как человекам положено однажды умереть, а потом суд? Говорят, не умрешь, горя хватишь. А по божественному наоборот. Умрешь, горя хватишь. 1 января 2017 года. Кто-то пишет. Миром Игнатий Тиханович. Хочу написать вам по поводу Олега Свата. У меня не всегда получается быть на занятиях по изучению Библии, так как в Белоруссии это 14.00. Но судя по роликам, я понял, что Олег Сват отлучен от занятий. На мой разум это неправильно. Можете, я не прав, но на все воля Божия. Я разговаривал с ним по скайпу. Он хочет присутствовать на занятиях. Пишу сразу вам, потому что Сергей Пупков прислушивается к вашим словам. И неужели Бог наш Иисус Христос, видя человека, ищущего Слова Божьего, взял бы и отвернул его? Да, у него баптистский взгляд. Но он ищет. Он Бога нашего. Поставьте его в определенные рамки, через которые ему не дозволено перешагивать. Да вообще здорово. Поставьте, чтобы он не мог перешагивать. Так он вообще недвижимый. Он ничего не перешагивает. Он сидит на одном месте. Не подумайте, что желая быть ходатаем за него, пишу, что на сердце у меня своего не ищу. Дайте еще один шанс. Гляди и справиться. Да поможет нам всем Бог наш Иисус Христос. Желая в новом году вам, братьям вашим крепости духовной и телесной, зная, что это дело малое, а малые дела вы не откладывайте на потом. Здесь можно написать Андрей. Андрей двоитощий. Я ему отвечаю. Его предупреждали не один и не два раза. Бесполезно. Он ересь свою размазывает и сбивает. Занятий никаких нет. Он давит и давит еще. Он еще не слышит. Он совершенно безблагодатный. Он не церковный. Даже и в аптестам-то не ходит, сидит. А в своем мысли дальше ему не нужны занятия. Занятия для того, чтобы люди ознакомились с толкованием Святой Православной Церкви. По блаженному фефилакту. И как это применить на сегодняшний день. Вот смысл-то занятий по скайпу-то. А не для того, чтобы кто-то зашел тут. Тем более, ты зашел тут, ты же знал, что это православное. Но если нуждает, он сидел бы тихо. Он предупредил его на пять волн. Он не может молчать. Почему? А я считаю, что это одержимость бесовская. Он набил ему утробу мозги вот этой дрянью. С разными измышлениями сектантскими. И он их старается везде дать. Мало того, начал уже тех, которые на занятиях у нас. Он по ним уже пошел. И уже их теперь собращают. Нам зачем это нужно? Мы просто обязаны сказать. Поставить его. Если бы он нуждался в этих занятиях, он бы принял условия какие-то есть. Дальше. Ничего не как. Тогда ему все написал Андрей. Он говорит, ну, можно быть и так тогда. Филипп и Виктория пишут. Понимаю. Подготавливаю себя к звонку вам. Мыслей много. Но никак не соберу воедино. Чтобы конструктив был. Суета, суета. И еще, Игорь Тихонович, не знаю, получится ли с вами пообщаться еще, но хочу сказать, даже спросить свое мнение. У вас что-то произошло за последние несколько месяцев? Сложилось по вашим впечатлениям... Сложилось впечатление по вашим видео, вы помягшили. Добрее вроде стали. Снисходительный. Не явно, но я, как человек, не пропускающий ваших скайп-диалогов, это приметил, даже почувствовал. Честно. Очень обрадовало меня. Честно. Ну, вот видишь как. В чем, как, где. Ну, встречаемся с православными, то и говорим. Ну, если это еретик, я во всеоружие его и встречаю. Если начинает гадить православную веру, а почему он не должен защищать? Я и защищаю, показываю. Ничего не знает. Там еретик, харизмат какой-то зайдет. Он бесноватый. Ему надо кричать, прыгать, валяться. И я ему и отвечаю, что это бесовщина. А вот научился это, даже Шевченко, Александр. Все это деньги. А после этого сказали правильно. Они там что это делает? Это там Максим Максимов. А здесь в последнее время нету. Я просто отвечаю на вопросы. Сергей Игнатов. Спаси Христос. Я всегда слышу от Игнатия Тихоновича то, что хочу услышать во свете Библии. Канона православной церкви и святых отцов. Правда, которую говорит Игнатий Тихонович, иногда вызывает мурашки по коже. Это проявление мужества и смелости Христова воина. Храни тебя Бог, Игнатий Тихонович, и твоих близких. Спаси Бог за твои молитвы, потому что поднимаешь наш уровень. До тебя нам далеко, но быть ближе к Богу через Христа и Его ученикам очень хочется. Занятие по скайпу, римлянам, 9 глава, 1 января. Ну, это я уже, название тут, может... Ну, события дня. Показать наши ресурсы. Это, вот видишь, за это время, пока мы тут говорили, что... Сейчас прочитаем это сходу. Что пишет Александр Марьясов? Что он тут пишет? Игнатий Тихонович, мир дома вашему. Ролик о смерти и краткости жизни недоступен. Также недоступен номер 377. Не знаю. Номер 377 недоступен. Ну, как он недоступен? Запомни, 377 мы сейчас посмотрим. О смерти и краткости жизни. Ролик 2. Мы их проверим сейчас. Прямо сейчас же проверим. Вот. Еще что у нас тут есть? Это наш форум большой. Ну, в среднем это 300 человек приходит. И там 240. Большие темы. Споров вообще никаких нет. Нету, нету никого. От 250 и 300 человек приходят. Это же 300 человек. Зачем-то они заходят ежедневно при том. Ну, наш видеоканал. Наш видеоканал большой очень. Вот на новогоднее уже выставлено. Это собрание новогоднее. О смерти и краткости жизни. Вот об этом, да? Ну, давай я сейчас включу. Включится или нет? Включится. Значит, они сектанты. Давай. Как это произошло? Возьмите журнал «Покров» есть. Девятой номер. За 1916 год. Там есть статья. Она пишет там профессор, богословие. Ну, все понятно. То есть он говорит не смотрится, а мы видим, что смотрится. Может, он имеет в виду на Mail.ru? Все. Дальше. Сейчас мы посмотрим. А, Никита, скажи. Номер 377, где-то 379, смотри 377, я не увижу. Вот это вот? Где 377? Да нет, вот. Вот это патриархия, да? Да. Ну, вот я отключаю его. Господи, Иисуски Христиан, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Номер 377, события дня. Так. Еще я могу сказать. Смотрим. Теперь мы должны возвратиться сюда. Пиши здесь ему. Оба ролика хорошо просматриваются и прослушиваются. Иди, Игнатий. Может, он имеет в виду с Mail.ru? Не слышу. Может быть, он имеет в виду, что на Mail.ru не открывается? Так, в моем мире? Да, в моем мире. Так, подожди. В моем мире не открываются. Ну, не знаю. Подожди тогда. Мой мир. Сейчас мы войдем. Показываем, как мы реагируем на то, что пишут. Дескать, вы не отвечаете. Я отвечаю? Ну, как именно? Вот сейчас мы посмотрим. Собрание. Вот это вот. Отношения власти Библии. Вот о смерти и кратности. Ну-ка посмотрим. К сожалению, этот видеоролик недоступен. Действительно недоступен. А какая причина? Как он недоступен? Он скачанный. Так, дальше. Еще что? 377. 377. Сейчас мы посмотрим. 378. 377. Ну-ка. Это 337. А? Это 337. 337. Это, наверное, опечатка. Опечатка. А может, опечатка. А вот он, да, вот он. Ну-ка. Ну. Действительно нет. Да, хорошо, что мы его не отхватили. А еще это за причина такая? Причина. Может быть, перезаправить надо. А? Может быть, перезалить надо туда. Бывает такое что-нибудь. Что сделать? Это понятно. Перезалить. Потому что перезалить, то понятное дело. Ну, давай, теперь ему отвечать ничего не надо. Александр, молодца. Молодца, Александр. Ну. Ну, надо же, попался. Ох, Александр, молодец, иначе бы мы знать не знали, что здесь есть. Ну, вот пока сейчас мы рассматриваем, что у нас тут поставили. События дня были, это у нас толкование, это где-то уже номер седьмой. Ну, все как надо идет здесь. Ириана Крис, все слышно. Это прямо наказание какое-то. Такого, кажется, и не было еще в новом году. О-ля-ля, все она-то, о-ля-ля. То есть уже не вызывает доверия. То, с чего, ни фотографий, ничего нет. О-ля-ля, это французы так говорят, о-ля-ля. А это не касается нас, это где-то там есть. Ну, там упускаю они. Это не за пределами наших, это отдельно там совершенно. А зачем она сюда его влепила, непонятно. Вам. Ну и сайт. Здесь всего немножко сорок. Здесь библейский православный сайт. Вот он где. События дня какие были. Как обыкновенно, Новый год мы вообще, 24 часа я был, ровно 24, здесь сидел за столом, братья всех поднял. То есть, Леша, помолились, поблагодарили Бога, совершили 100 поклонов, за всю Богу воздали славу и отдыхали. Для нас это не праздник, ничто. Это искусственно люди сделали, переход. Никаких событий, ничего нигде не было. Ну, а теперь мы смотрим. Сороковое, это работа, по работе. Какие вопросы мне задавали, вот теперь я смотрю. Мы договорились, как я их выделяю, копирую, переношу. Сейчас мы это все погасим. Погасим, и вновь создадим файл с большими буквами. Все, сразу вышло. Я всегда делаю сравнение. Вот смотрите, я не имею духовного образования никакого, совершенно. Ни одни семинария не учился, но на дому я проходил полный курс семинария, уже должен сказать. Преподаватель был, кандидат богословских наук, пивоваров, отец Александр, Александр Иванович Новосибирский. Божьей милостью, большой проповедник. Очень. И отец Аким у него проходил, а потом уже заканчивал он семинарию, когда уже был священником, а потом заканчивал. Мы все заканчивали у него. И вот вопрос. Вопрос 1982. Седьмой том открытым оком. У нас много тратится на технику безопасности, а святые совершенно о том не заботились. А они же тоже люди, хотя и святые. Что у них на стройках? Никогда не бывало несчастных случаев? Вот, заметьте, такой вопрос сейчас вот задают. Вы думаете, Осипов ответит? Не ответит. Может быть, Олег Стеняев? Я заранее скажу. Не ответит. Не ответит. Почему? Потому что это 1173 биографии нужно знать. Это не просто стоять и говорить. Говорите, как Горбачев проговорил два часа, и никто не знает о чем. Конкретно надо указать. Житие святых какого числа. Не просто сослать, а в кавычках взять, оттуда вынести. Я уже знаю, с ними беседовал. Ни разу, нигде не встретил. Даже самые хорошие священники ответить не могут. То есть, они только знают поминать, память его же и ныне совершаем. Все на этом закончилось. А вопрос задан. А вопрос это не все, житие считать надо. Только тот момент, где несчастный случай был. А вы знаете, я знаю, я симфонию составлял. Знаю с основанием дела. В общей сложности я посчитал так. Конечно, не так, что сидеть подряд считать. Мне пришлось около 10 раз 12 томов вот так вот метелить. И там я не мог их не знать. Дальше. Ответ. Были и не раз, но все списывали на лукавого. Инженера по безопасности не садили тогда. Вот так. То есть, инженер по технике безопасности. А у святых этот инженер по технике безопасности, то сатана. И все на него списывали. Да и беды в том не видели большой. Умер Божьей милостью, значит так и надо. Это когда была инквизиция, то есть, человека обвиняли. Ну а как узнать, ведьма или не ведьма? То есть, водоем, высокие борта, и оттуда нельзя никак. Но бывало ли, некоторые там как-то умудрялись выползти? Если сумел вырваться, все, значит это ведьма. Казнить. А если не смог выбросить, то утонул Божьей милостью. Теперь можно записать ее, святаться. Вот и все. То есть, выхода уже не было, если обвинили. Так. Ни разу не читал нареканий на строительство, на строительное искусство тех, где завалились леса. Купол рухнул. Помирали от солнечного удара. Можно было бы голову пробковым шлемом прикрыть. Но до него еще две тысячи с половиной лет. Так. Иона 4.8. Когда же взошло солнце, навел Бог знойный восточный ветер. И солнце стало палить голову Ионы. Так что он изнемог и просил себе смерти. И сказал, лучше мне умереть, нежели жить. И сказал отцу своему, голова моя, голова моя болит. И сказал от услуге своему. Ну, прочитай тут. Голова моя, голова моя болит. Ну, разве так говорит человек? Это кто, ребенок? И сказал отцу своему, голова моя, голова моя болит. У тебя как-то ты не входишь в это, а просто барабанишь. Ну, прочитай так. Это ребенок отцу говорит, задыхается, солнечный удар. У него спеклись сосуды в голове. А ты как будто бы, говорит, козлик где-то на поляне прыгает. Голова моя, голова моя. Я понял, и все, хватит уже. И сказал отцу своему, голова моя, голова моя болит. Да нет, голоса-то у него нет, он задыхается. А может он так, откуда вы знаете, может он так говорил. Да что знать-то, ребенок умер. Ребенок маленький. Тут знать даже не надо. Ну, голова моя, голова моя болит, и помер. Да ничего, он говорит, он только что шепотом сказал. Да там не написано, что шепотом. Ладно. И сказал отцу слуге своему, отнеси его к матери его. Дальше. Иудии 8.2. Муж Емонасия, из одного с ней коленой племени, умер во время жатвы ячменя. Потому что, когда он стоял в поле близ вязавших сто снопы, зной пал на его голову, и он слег в постель, и умер в своем городе. То есть солнечный удар, спеклись сосуды и прочее. Так, Борис, 2 мая. Тогда Святослав, сын Ярослава, замыслил создать святым каменную церковь. Построил он ее до 50 локтей в высоту. Ну сколько локтей? Ну 50, то есть 25 метров высоты. 50 сантиметров локоть. И скончался. Всеволод, став князем земли русской, довершил ее всю. Когда же она была окончена, тотчас, в ту же ночь, упал ее вверх, и вся она разрушилась. Что смешно-то? Строили-строили, и в ту же ночь все и рухнуло. Ну вот, а аквапарк-то. Такая же история была. Афанасий Афонский. Ну сейчас думаешь, Осипов или кто-то там, кто говорит, Ткачев или другой знает, что это место, это в кавычки взято-то. Им такие вопросы не задают. У них вопросы-то другие. Почему нам епископ говорил, у вас я когда приезжаю, как в подвешенном состоянии, такие вопросы задают, что академии не хватает. Обычно как, там вот покойник, там то другое, там что-то другое. Но иногда и здесь могут поставить тупик. Во Фрунзе приезжает епископ, и одна подходит. А вот мы маму похоронили, это ее надо теперь отпевать, это второй раз. Епископ ничего не может понять, почему второй раз. Так ее раскопали, мертвую, и бросили. А потом ее там, когда осматривали, оказалось, ее мертвую изнасиловали, бабку. И объявили в газетах, и искали этот человек, который там одежда в глине запачканной, киргиз какой-то. В Киргизе, город Фрунзе, теперь Бишкек называется. На такой вопрос как ответят? Это не в книгах нигде нету, это даже изверством нельзя назвать. Это никто не делает, нигде. Даже демон не делает. Дальше. Игра написана, голова моя болит, и восклицательный знак там написано. Голова моя болит! Вот четвертый отцарс, мы читали только что. Восклицательный знак стоит дальше. Это означает такое чувство там, а не крик какой-то. Ну и чувство, да. Восклицательный знак говорит, сколько страданий. Афанасий Афонский, 5 июля. Захвативший за тем собой... Я хотел сказать, вот смотрите. Когда вот так артисты сидят, и вот тренировка идет, и Федор Иванович Шаляпин посмотрел. Ну что вы так говорите, никто в это не поверит. Надо, чтобы ты так сказал, чтобы поверили. Ну а как тут с вами разговаривать? Он вышел. Ну прошла одна минута. Он распахивает дверь, сам саживись, и кричит, пожар горит! Как они ломанулись? Он говорит, нет, я просто показал, как надо вам говорить. Ничего не горит нигде. Все данного артиста поверили, что именно горит. Театр горит. Это, Анин, я считал, если не ошибаюсь, когда он был молодой, еще и в Сигнеев, Евгении. Ну, юноша еще был и в театре. Ну и... Ну скажи, вы можете изобразить такого? Он сразу раз представляет его. Мгновенно менялся. Анин говорит, а вы можете подсказать восход солнца? То есть ты солнце и восходишь. Он вот так вот мигом раз волосы поднял, за стульями сел, и медленно, медленно из-за стены у него рыжий волос, и солнце восходит с горизонта. Все так и ахнули. Даже солнце восходящее он сумел показать. Лучи солнца, у него рыжие волосы торчком стоят, и он медленно, медленно из-за стульев поднимается кверху, голова его. Вообще, считать даже приятно. Вот это я понимаю. Дальше. Так, Афанасий... Запомните, Афанасий Афонский. 5 июля, по старому стилю. Кавычки открыты. Что, будет этот, с тенеек это знать? Так, захвативший за тем с собой шестерых братьев, он отправился с ними на работу. На работу проверить. Комиссия пришла принимать объект. Когда они были уже наверху здания, то по неведомым судьбам Божьим провалился вверх последнего и всех уронил вниз. Засыпал землею и камнями. То есть, представьте себе, как когда-нибудь наверху здание. Сколько? Наверху здание, высокое, конечно, здание. И леса обрушились. Пятеро немедленно предали Богу свои души. То есть, убил, раздавил, а там кирпичами... Нет, Богу отдали. А о чем печальится-то? Дальше. А отец, и с ним один строитель, по имени Даниил, остались живыми между комедиями. Все тогда слышали голос преподобного отца, взывавшего в течение трех часов, или даже больше, «Господи Иисусе Христе, помоги мне! Слава Тебе, Боже!» Вот представьте себе, пять сразу гробов, и даже никаких... Ну, слава Божию! Предали Богу! Как просто все. У нас было так, мы работали, седьмой этаж. И там фезушник один. Мальчишка такой, ревностный. Но ему сказали, ты в окно подает, кран подает, и доски принимай. Ну, и доски-то дорога-то разворачивает ветром, то другое. И он за ней потянулся, и с седьмого этажа нырнул вниз, и ударился головой там где-то. Ну, что, конечно, глаза вывалились. Но остался живой коллега. Инженеры, конечно, сразу же арестовали по технике безопасности, и все проще. Инженер по технике безопасности. Ответственный лесот. Тогда ничего этого не было. Дальше. Так, сбежавшиеся братья с рыданием и вговором разрывали камень ей землю, какими случилось орудиями, а то руками и ногами. Они откопали отца, уже скончавшимся о Господе. Не поврежденного телом. Только лишь правая нога его была поранена. Около же него откопали живым строителя Даниила, всего разбитого, и вынесли их оттуда. То есть там не кирпичи были, а камни. А не же облицовка шла. Такова была кончина преподобного отца нашего Афанасия, которая, быть может, кому было покажется и бесчестной, ибо он скончался не на одре болезни. Но, дорога врача Господних, смерть святых его. Псалом 115 стих 6. Для угодника Божия его кончина, о которой ему было неизвестно, явилась виновницей мученического венца. Мученический венец уже надели, и все. Вот, понимаете, какое? Да-да-да, Афанасий Афонский. То есть он все знал, предсказывал. Кто, когда умрет, о себе не знал, и братья это подметили. Но и тут не написано, я уже не стал брать. Дальше-то что за этим было-то? Обычно я, когда досчитывал, то у меня висел такой, как давать сигнал, можно было ударить, чтобы люди обратили внимание. Не по Евангелию. Два бывало очень сильно. Иногда три раза бил. Больше уже нельзя. То есть антиевангельское. А не одна нога была пораненная, наполнена кровью, и одежда пропиталась. Они это, конечно, штанину-то отрезали. Я так понимаю. И теперь они ее вымачивали, выкручивали, и прищищались, пили эту кровь. Когда кровь животного, нельзя даже капли брать. А человеческой кровью они мазались, мазались после этого. Где это такое? Это только монахи могли. Здесь не извращение, ничего нет. Это запредельно. А почему? Вместо Бога человека чтили. И перепутали кровь Христа и кровь человека. И много ли таких случаев? Мало. Ну, я конкретно, вот указы, какое. Так. От Галгала до Газы сказал проводник. Край отцов ныне беден и дик. Иудея в гробах. Бог раскинул по ней семя пепельно-серых камней. Видишь, я должен был стихотворение такое еще дать. Враг разрушился он. Город тлел и сгорал. И пророк Иеремия собрал. Теплый прах, прах золы в погасавшем огне. И рассел его по стране. Стихотворение, которое перед глазами. И они, это псевдо-православное, то другое. Это православные. Это люди православные. Что считаем так? Аварии на стройке, пишет. Аварии на работе, на работе. Вот так, на стройке такой. Вот так. Снова возвращаемся сюда. Корей, дафан и огерон. О, смотрите. Что-то я не понял. А что тут такое? Это сихотворение такое? Да. Это еще посмотри. Дальше идем. Теперь мы снова открываем страничку в Word. Ctrl-A вставляем. Ctrl-A активируем. И вместо 13 и 11 шрифта делаем 20. И выделяем. В вопрос. Поставим букву В большую. Вопрос 2026 том, 8 открытым. Я должен был из 30 томов выбрать вопросы по определенной тематике. Это сколько времени? Люди ничего этого не знают, которые говорят. Которые вокруг моей колокольни бегают. Это ничего не могут сделать. Здесь не просто труд положенный, а единственный труд. И подобного труда не было в мировой практике никогда. И не будет. А если будет, только взять у меня, если украдут. Другого нету ответа? Нету. На стройке были еще какие-то случаи? Я не показываю, значит все. Больше показать нечего. Значит он показал. Так. Человек в течение всей жизни привыкает к трудностям и закаляется в невзгодах. Как и спортсмен после долгих лет тяжких усилий становится чемпионом. Так почему отдавшего обеты иночества требуется сразу же стать иным? Возможно ли это? Были ли такие примеры в Библии, кроме апостола Павла? Серьезные вопросы? Да разве у Осипову там Головину или Ткачеву кто-то задаст такие вопросы? Они понятия даже не имеют. Ответ. Ясно, что обеты иночества серьезнее и труднее и строже и непреклоннее, чем обет, обещания, данные при уверовании, при крещении. Это смешно конечно, но Христу выходит можно как попало служить с прохладцей и эти лжекрещенские обещания ровным счетом ничего, никого не обязывают. Чтобы изгладить ситуацию, легко сказать на исповеди. Грешим слухом, нюхом и брюхом. Вот и все. В ведении и в неведении, и потом опять жить по средне установившемуся уровню, когда тебя позволено будет и причастить, и отпеть. Евангелие от Матфея, 19 глава, 28-30 стихи. Ну будут они не так отвечать? Это уже местами Писания подтвердить. Придите ко мне все, трождающие и все обремененные, я успокою вас. Возьмите иго моё на себя и научитесь от меня. Ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам вашим. Ибо иго моё благо и бремя моё легко. Никогда не указывает место Писания. Глава стих. Я показываю несколько мест Писания, чтобы люди не у меня получали ответы и Слово Божие. А вот уж если в монашество впал. Впал в грех, а я считаю, впал в монашество. Как в один из самых страшных грехов. То тут все посерьезнело. Все загустело. Получается, что иночество еще раз подтвердило, что наше православие они увидели в истинном свете. И оценку дали ему как приговор. То есть ни действительным ни крещение как будто ничего не значит. А вот монашество новое придуманное, тут уже посерьезнее. А потому и образовали эти общества ордена. Эти договоры, клятвы и присяги и обеты и постриги. Тут уж все по-серьезному и надолго. Вот ответил. Ну теперь как подтвердить? А вот смотрите, какое житие святых и кавычки открыты какого числа? На шесть страниц. Сознанием дело должно быть. Потому мои ответы, которые Бог позволил, положил мне на сердце. Они не на один день. Это все в моих книгах. Тридцать томов по открытым бокам. Таких книг не было. Не было в мировой литературе никогда. И не будет. Павел Преподобный, 4 октября. Препростый. А, Препрост, Препрост, Препростый. Виноват. 4 октября. От кавычки открыты. Антоний, увидев, что он уже стар, сказал ему. Тебе, старец, уже около 60 лет. Не можешь ты быть иноком. Возвратись опять в село и исполняй свою работу благодаря Бога. А пустынческий труд нести и искушение терпеть ты не сможешь. Если бы он пришел, Антоний-то был бы христианин настоящий-то. Настоящий. Евангельский-то. И он бы сказал, 60 лет-то ты ходить умеешь? Он говорит, ну что, не ходить-то? Ну, проповедник у ноги нужен. Но о проповеди речи-то нигде не идет-то. Это совершенно не евангельское устроение. Сразу идет пустынник, куда-то пойти и прочее. Павел увидел Тимофея и обрезал его, чтобы его евреи приняли. Только идти. Марк идти отстал от них. Здесь ничего этого нет. В сравнении с Евангелем, с Новым Заветом, монашество, это абсолютно другая область. Никаким боком не соприкасающийся. Мало того, враждебная ему. Хорошо. Антоний же, испытывая его, сказал. Стой, молись на семь месяцев до тех пор, пока я не пледу и не принесу тебе того, на чем ты должен трудиться. Оставив Павла, Антоний вошел в пещеру. На ней идти на работу не надо, жены нет. Маленькое окошечко сам сказал ему и сидит. Теперь будет наблюдать. А тот на солнце пищется. В пустыне. Целую неделю он не выходил к нему, но тайно через окно наблюдал за ним и видел его все то время неподвижно стоящим день и ночь на одном месте. Вот представьте, чем занимались. Это вообще, говорит, из них гвозди надо было делать. И в окошечко наблюдает там и все. Я сейчас приду к тебе. И у Ава, как, Антоний великий. Ну это великий. Человека на солнце оставить и день проходит. Час пройдет. Один час постоял, можно здесь искрутить. Ну где он? Еще он сказал, придет, нет. Ночь стоит. И он не видел его лежащим неделю. Это вообще, ну найдите сегодня где-нибудь одного спортсмена или кого-то. Солнце пищет. А ночью такой, говорит, холод. Дальше день проходит 2, 3, 4, 5, 6, 7. Да это невероятно. Может быть не правда это, но так написано. Так, ну это кончается новое. Это новое я добавляю уже. И плел Павел веревку до 9 часа. С большим трудом сплел 15 локтей. То есть из пальмовых листьев, сухие, неразмощенные, пальцы режут. И сколько? 15 локтей, 7,5 метров веревку свел. Антоний же, посмотрев на работу, сказал, нехорошо ты сплел. Расплети и плети снова. То есть он хорошо сплел. А он ни слова не говорил. А вот теперь начинает над ним измываться. Это уже такой порядок у них. Они проверяют его. А был уже седьмой день. Как он не давал ему ничего есть. Вот так. Все же седьмой день. Как он не давал ему ничего есть. Все же сие делал Антоний для того, чтобы удалить Павла от себя. Ибо он думал, что тот уйдет от него, не выдержав испытания. А если бы это было евангельски, да такого человека держать при себе. Да Антоний ты бы ходил-то, проповедовал-то. Сколько людей бы с таким можно обратить-то. Если даже заболеет, он тебя через горы 750 километров протащил бы ночами. Как это было у Орловского. Кирилла Прокопьевича. Но Павел продолжал с большим трудом расплетать веревку и снова сплетать ее. И как он не был голоден, однако нисколько не огорчился, не возвратал. Как будто бы это робот какой-то. Ну Павел-то действительно, он приходит с работы домой, 60 лет почти. Но жена-то, видать, помоложе была. Смотрит, а она любует с чужим мужиком. И сразу друг от друга, это открёнули, нет-нет-нет, зачем? А она тебе нравится? Вот это да, мужик. Я такого в бане в Барнауле видел. А зачем сидит? А спросить, я говорю, а зачем вы сидите? Да, жена там спуталась. Ну что, я сразу обоих зарезал. Обоих зарезал. Сейчас банщиком там сидит. Обоих зарезал. А этот нет, ни того, ни другого не обругал. А он ещё нравится, нравится. А у него ребятишек, может быть, было штук 7-8. И он говорит, ну тогда бери её. Ну тогда и ребятишек придётся тебе брать. А я пошёл. И как был, развернулся, ничего не взял, оставил и ушёл. Дом оставил. Дом. Все свои счета в банке и пошёл. Однажды Антоний велел сшить ему одежду. Когда Павел сшил её, Антоний сказал, плохо ты сшил. Распори её, сшей снова. Ну где кто так делает? И вновь сшитую он велел распороть и опять сшить. Всё съедел Антоний для того, чтобы испытать терпение и послушание Павла. Вот и зачем? Вместо, чтобы идти проповедовать, вот они испытывали. Ну и кому? Да, лава, хороший. Ну дальше-то, мёртвый, всё. Никуда не пошёл никто. И поэтому там, где они были, пустыни, ничего нету. И мусульмане только там скачки устраивают между собой. Вот это. И индиго, или как там называется. На верблюдах гляди. Дальше. А тот нисколько не роптал на сиену с усердием и старательностью, исполнял все повеления Антония. Наконец Антоний убедился в способности Павла к пустынной жительству и сказал ему, вот ты уже и садился иноком во имя Господа Иисуса. Во имя Господа? Что они выкаморивали, что делали? Во имя Господа. Как у Толстого написано, рассказ он иноку своему дал прутик, засохшим там прошлогодний, воткнул его, говорит, поливай. А носи воду только ртом. Ртом на гору. И он почерпнёт и тащит. Ну принесёт-то там во рту, что может быть-то? Так, из года в год. И как не надоест. Одно и то же. Рассеяние и сжатого. Нельзя ли сразу за один присест подправить то, что наклонилось шатко? Что наклонилось шатко? Ага. Да может быть и можно одолеть, в раз распрощаться с молью и ворами, с ржавчиной, с гниением, с гниением вперёд на сотни лет, с жуками и прочими людзге, ни грамма. На каждой строчке местописание, откуда взята мысль. При люди и последствия греха, всё перечисленное с гиком наступает. Туберкулёзные палочки и торжественно порхать, косой бренчит соседушка слепая. Грех торжествует, жатву собирая, и нам лекарство в поте потрудиться. А наша мать, увы, земля по-прежнему сырая, по осени её покроют люди листья. Что детям, внукам передать сумели, успели распахать, а грехами засеять, корабль прожжавелый давно сидит на мели, и не дошёл до порта Моисея. К хорошим пристаням бы надо довести и загрузить апостольской пшеницей до канонически оправданных крестин к евангельским ухоженным страницам. Труд повторится в новых поколениях. Зачем им наши промахи, ошибки? Там водопад Антихриста из формалина Ленин, гулаг, печать и прочие наживки. Им поприще своё, и груз тот не облегчить, бежать к награде, задыхаясь в спешке. Для них растут деревья, тяжёлый крест на плечи, позор развал семьи и дикие насмешки. Для них всё та же засуха и иногда дожди. Потомкам под завязку восторгов и побед растут иуды новые и новые вожди. Найдут ли на Голгофу окровавленный след? Окровавленный след. Окровавленный след, это японские хоку такие. Ты хоть понял, что тут написано? Не очень. Не очень. Но каждое место Писания подтверждает. У меня стихотворение 36 строчек, и нужно открыть Библию 36 раз. Повторяю, в мировой практике не было ни одного стихотворения такого. А у меня 4 тысячи. Я знаю, Игорь Тихонович, я это многократно уже слышал. 3 тысячи 460. Каждый день это знаю. Я не забываю об этом никогда. Вот это вот прочитаю иногда. Игорь Дывунок это понял. Я считал только на второй раз, маленько начал. А когда третий раз прочитал, я тогда говорю, ой-ой-ой, сколько тут заложено. Вот Бог как это делает. Я просто показываю, что Бог даёт. Притом то, что написано, это... Сейчас там... А, всё уже, да. А? Я думал, там ещё, это конец уже. Нет, по-моему, всё. Считай. О чём тут? Авария. Ну там что-то Ава был, про иноков что-то было. Иноки. Иноческий подвиг там. Ну а смысл-то о чём тут было? Вопрос-то в чём состоялся? Ну вопрос там трудный. Вот. Привыкаю к трудностям, закаляются в невзгодах этот. Почему? Ага. Послушники у монахов. Ну это ваш ответ, послушники у монахов. Вопрос-то там другой. Ну как нет? Ну вот и говорит. Были ли такие что-то как-то-то? Ну может и так. Ну давай ещё раз посмотрим. Вот. Это всё по трудам. Вот так выделяю, копирую, ухожу, открываю страницу. Я показываю, как делаю. Увеличиваю, вставляю, активирую, увеличиваю и говорю, брат Никита, вперёд за дело. Вопросы 2046-й, восьмой том открытым оком. Так, молчальничество, удаление от людей, нравилось ли им самим, обладателям этих подвигов? Неужели подвижники, молчальники, а в душе проповедники, никогда не горели желанием поделиться с людьми своими достижениями, откровениями? Не хорошо человеку быть одному, сказал Бог. Человек стадное животное, подхватили марксисты. Есть ли примеры тому, что в дальнейшем святые пришли к этой истине? Это вопросы, какие мне задавали в университетах. У нас уровень, который приходили на занятия другие вели священники, даже не приходилось сравнивать. Люди узнавали, когда сразу находили это место и говорили, а там, говорит, кухонный уровень у них. Ответ. Да и как было не прийти, когда душа-то у всех от Бога? Хоть они и иноки, и монахи, а все же люди, человеками были. Могли бы они, как хотя бы эти бомжи, прокаженные когда-то, опамятоваться и сказать, не дело мы делаем, что прячем свои таланты в пустыне, зарывая их до самого суда Божия. Попадет же нам за это? Четвертая царств, седьмая глава, восьмой, девятый стих. Я сразу говорю, откуда это взято? И пришли те прокаженные к краю стана, и вошли в один шатер, и ели, и пили, и взяли оттуда серебро, и золото, и одежды, и пошли, и спрятали. Пошли еще в другой шатер, и там взяли, и пошли, и спрятали. Уже не ели, уже на еле языка. Там ели, а второй уже ничего не ели. И сказали друг другу, не так мы делаем. Нет, не так мы делаем. Дальше уже поняли. День, си день, радостные вести. Если мы замедлим и будем дожидаться утреннего света, то падет на нас вина. Пойдем же и уведомим дом царский. Вот так. То есть они не потому что хорошие, а потому что поняли, что влетит за это. Ну вот теперь, где это? О чем речь-то идет? Посмотри. Молчальничество. Хотелось ли им поделиться? Я беру сразу несколько житий святых. Первое, Серафима Саровского. Серафима Саровского. За 2 января. И самое большое житие в 12 томах Серафима Саровского. Вот как раздули. Так. 2 января. Кавычки открыты. На молитве святой старец погружался иногда в глубокое созерцательное молитвенное настроение. Вот откуда знать-то все? Когда он молчал глубокой, притом один был. Ну сколько же тут надутого-то всего? Стоя перед иконой, но не читая никакой молитвы и не кладя поклонов, а только умом созерцая в сердце Господа. В сердце Господа. Вот прямо это чисто католическое уже. Созерцая в сердце Господа. Этого нигде нету. Ни в трудах святых отцов, нигде нету. Это прямо выдвижение с Петра Первого был, Дмитрий Ростовский-то. Ну и... А католичный он был. Там все уже было по-католически-то. И вот это сердце Господа. Сразу его... Ну, Саровский-то после этого был уже написан. Дальше. В течение недели он прочитывал по порядку весь Новый Завет. С понедельника по четверг четыре Евангелия. По одному каждодневно. И в остальные дни, недели, книгу, деяния апостольских и послания. Больше ничего не знаю. У меня в тюрьме был именно такой порядок. Я каждую неделю прочитывал весь Новый Завет. И каждые два дня в это же время Псалтырь. За два дня Псалтырь, за два дня Псалтырь. Новый Завет. Я не считаю ничего, это совершенно особенно. А здесь показано как подвиг. Подвиг. Но никуда он его не применял. Он считал, и никуда нельзя не сказать никому. И он довольствовался об этом. Я считал, и каждый день два часа проповедовал. Каждый день два часа. В сенях сквозь дверь иногда слышно было, как он, читая, толковал про себя. В новозаветной священной книге и многие приходили, слушали слово его, свое наслаждение, утешение, назидание. Я тоже врут просто. К нему многие приходили, когда ему кельи. Да монаху никуда выйти нельзя. Если там который сторож был, услышал, больше никто не мог слышать. А то сидели бы они перед дверями, толпою, и через дверь слушали, как он толкует Священное Писание. Да что-то можно расслышать через дверь-то. И что он мог толковать-то? Он толковал-то. Выходит, что он не знал толкования святых отцов, ничего. Прохор-то. Ну, маленько вы это вдумайтесь, вы увидите. Фальшь. Сплошная фальшь. Что интересно, святых канонизируют, а в архиереях, ну, допустим, избрано сколько-то, комиссия канонизационная, канонизация. За Серафима ни один не проголосовал. Нет, его просто царской властью надавил, царь сказал и прочее. Его знать бы никто не знал. Современник Пушкина хотя бы одно слово сказал, нигде нету. Все надумано было. Так вы против, Серафим? Да я каждый день молюсь ему. Я не против, но не люблю это и брехнись. Терпеть это. Будет врать-то. Это как Елисавете привез, когда картошку, картошки-то не было. Петр Первый-то. Ну, она ее сделала, там что-то, взяла и ест. Ой, какая вкусная. Будет врать-то, ее варить еще надо. Она ему угождала, жена обо всем. А как ее узнали-то? Когда привезли ее из-за светов, а осенью стало сторожно. Ну, ее с корнями-то выдергивают и в костер бросать. И с корнями-то где-то оторвался. Запах какой-то. Он давай в костер разгребать и видит, там лежит эта бульба. Попробовал, вкусно. Откуда это? Да как это из-за этого. Вот, он давай где места остались копать. А там полно ее внутри-то. Он опять в костер. Картошка печеная, пятница, детский лагерь. Понятно? Дальше. Пахомий Великий, 15 мая, кавычки открыты. Посмотрите как, 1173 жития, я должен был из них выбрать. Именно вот только те жития, в которых это есть. Именно в житиях тот момент, который нужен. Вы определите, что это был за труд. С человеческими силами это невозможно. И такого труда не было, не было за 2000 лет. Это Бог сделал, божественный труд. Пахомий боялся и того, что его постоянные заботы о различных нуждах мирян, заботы более всего приличные священникам и верным мирянам, могут соблазнить более слабых иноков. Они, по примеру Пахомий, могли бы увлечь сослужение миру и в то же время не суметь сохранить себя неоскверненными от мира. То есть социальное служение больным это отсутствовало. И он боялся, как бы они не стали это делать. Главное монашеские обеты. Молщание. Научить-то молчать. Вот я взял в кавычки взятое. Вот чем они занимались. Дальше. Кассиан, 29 февраля. Кавычка открыта. С ранней юности своей он проявлял любовь к наукам и книгам священного писания. Понимаете, такое вранье идет. Но священного писания, во-первых, не было. Это вообще. Отличаясь прилежанием и ясностью ума, он сначала изучил философию и астрономию, а потом перешел к благоговейному изучению священного писания и прекрасно изучил его, так что по своим познаниям он был одним из выдающихся людей своего времени. Кроме того, он соблюдал девство, отличался душевной чистотой, благонравием и другими добродетелями. Оставив свое отечество, он пришел в Царьград к святому Иоанну Златоусту, приобретавший от него еще новое знание. Им научившись добродетельной жизни, он удалился в скид. Все, накопил много и спрятался. И а как зарытая таланта? Куда он пойдет? Его выброси во тьму внешнюю. В одном из бывших там монастырей святой Кассиан принял на себя иночество, всецело предав себя послушанию и всем монастырским трудам. Которых ни слова нет в Библии, нету. Он знал знания, допустим, так и было, все. Ну иди в мир-то, неси людям-то, люди-то погибают, еще не знают-то. Не-е-е, нельзя. Приучая себя к тяжелой, требующей поста и других подвигов иноческой жизни. Эти подвиги возбудили в нем желание. Новых, высших. И он ушел в пустынное место, чтобы там вести безмолвную жизнь. Все, накопил много всего. И этого мало показалось. Он любил священное писание, астрономию. И что ему на астрономии-то? Зачем ему нужна в пустынном-то месте-то? Ну неужели это непонятно, что это идет игра? Игра страшная. Игра гибельная. Таланты развивать и умножать. Пускай в торговлю, то есть в оборот. Не спать, трудиться, трудним не лежать. Полезным быть для вдов и для сирот. Определи, что верено тебе, что можешь применить на пользу ближним, кто может разделить со мной обет. Вполне простил тому, кто был обижен. Узнавши правду, поступай по ней. Увидишь нарушителей исправь их. Отростки зеленеют и от старых птней. Когда родник коснется их корявых. Как может тот талант и преумножить, когда в затворниках, в отшельниках прописан? Всем проповедую идти о вечной славе Божьей, хотя покажется кому-то это писком. Несправедливость хлещет через край, потопленные держатся за крышу. Своей лачонкой в этот угол правь, вопль обездоленных не можешь же не слышать. Играет дети пакостью, с огнем, а рядом стог, родителей нет в доме. Что душу же смирением с огнем? Не спишешь, что сгорит, то не утонет. Скажи себе, не я сейчас, так кто же? И кто ударит в колокол набатный? Определись, по силам это сможем. По совести и по любви бесплатно. Умножь не ложь, а изгнанную правду. Весели в дворцы законную с супругой. Поменьше шума, трескотни парадной. Ослу врага ослабь. Под тяжестью подпругу. Да бейся, свадьбы вовсе без спиртного. Без алкогольных градусов, с весельем. Огонь на тех, кто строит из соломы. Ты всем отец, кто празднует без зелья. Понятно? У меня стихотворения, ни одной поправки нигде нет. Я просто беру, вот это мне нравится. Константин Бальман был. Только я к нему могу примерно сказать. Так у него это было. Такой легкий слог, но такой глубины и священное писание. Каждая строки не было. Почему я там все принимаю божественным? О чем здесь речь идет? Про затворников что-то там. Ну, про затворников. Не хотели затворники выйти в мир там? Ну-ка, давай глянем. Молчальничество. Затворники. Хотели ли делиться? Ну, еще глянем. Еще хотя бы один вопрос. И на этом все. Вот вопрос. Сейчас кнем его. Этот побольше оказался. Ctrl-A заактивировать, Ctrl-S скопировать, открыть страничку в Word, раскрыть ее на все, Ctrl-F ставить, Ctrl-A заактивировать. И сразу же перевести ее в 20-й, здесь, как сказать, как он называется здесь. Ну, размер шрифта больше никак. Считаем. Вопрос 2081. Восьмой том открытым оком. Всегда ли святые исполняли заповедь трудиться в поте лица? Ответ. Похоже, многие и об этой заповеди не знали, а чудили по мере сил, стараясь сократить свои потребности, голодать, но только бы не устраиваться на работу. Второй фессалоникийцам. Вот так отвечать кто будет? Как это? Как ты можешь так? Я так отвечаю, потому что по делу знаю. Но они поступали по заповеди. Они не работали, и потом и не ели. Они исполняли это. Ну да. Второй фессалоникийцам, 3 глава, 10 стих. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. Где это известно? Кто это нарушал? Дальше. Серапион. 14 мая. Кавычки открыты. Да. Вперед. И позволили старцу быть на корабле, питая его Бога ради. То есть, да. Сел на корабль, а денег нету, никому не говорит. Преподобный же, придя в Рим, обходил дома всех тех граждан, о которых слышал, что они проводили жизнь благочестивую. Беседуя с ними, он получал для себя пользу духовную. Для себя. Ради этого он и странствовал, собирая богатство духовное, дабы купить им себе благо небесное в покое вечно. Эти блага он и получил по благодати Господа нашего Иисуса Христа, которому высылается слава веки веков. Аминь. Все. Это уже заранее знаю. Пойди проверь, что там. Я, говорит, помолился, и Бог просил меня, как Иоанн Хроштадский. Говорил приточно, притчами. Спустя некоторое время один из знакомых дал преподобному старый худой плащ, дабы он мог прикрыть им наготу тела своего. Ничего не было. Этот нестяжательный старец пришел однажды в Грецию и пробыл в Афинах три дня. Он весьма хотел есть, но ни от кого не мог получить куска хлеба, потому что никто ему ничего не подал. Купить же хлеб ему было не на что. Исполняя слова Христовы, Евангелие от Матфея 10 глава 90 стихи. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в поясы свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха. Ибо трудящийся, достойный пропитания, он никогда не носил с собой ни монет, ни сумы для денег, ни одежды, за исключением лишь худого плаща, которым прикрывал наготу свою. В четвертый день пребывания в Афинах Серапион сильно взалкал. Став на возвышенном месте в городе, он начал плакать и громко взывать. Он думал, как выпросить-то? Вот понимаете, как только не работать, что угодно, только не работать. Мужи афинские, помогите мне! К нему подошли философы и начальники города и спросили его, откуда ты пришел, старец, и какое горе у тебя? Он же отвечал, я родом египтянин, когда я вышел из места родины своей, то впал сразу в три долга, именно. У меня остались два заимодавца, которым нечего было взять меня. Третий же заимодавец не оставлял меня и до сих пор, но истязует меня, требуя с меня долг свой. И что-то вот придумать его было, но только не работать. Он целый день думал, как бы вымануть кусок хлеба. Философы же спросили его, кто эти заимодавцы твои, кто истязует тебя, скажи нам, и мы тебе поможем. Тогда старец сказал им, с юных лет смущала меня похоть плотская, сребролюбие и страсть к объединю. От двух же я избавился, и они уже не смущают меня. Шестьдесят лет уже его не тянет. Ибо я не чувствую вожделения плотского, не имея и имущества, или богатства. Жажда же пищи не оставляет меня. Вот уже четвертый день, как я ничего не имел во рту. Потому жажда пищи не оставляет меня. Смущай меня и требуй себе обычного долга. Но стоял в это время, пошел, кому-то помог. Нет, умру, но не сделай. Придумал притчу, теперь как, чтобы накормили его? Это все по Евангелию. Некоторые из философов подумали, что он их обманывает. И дали ему золотую монету. Но наблюдали и издали за ним, что он будет делать. Старец, взяв монету, поспешно пошел к хлебным торговцам. И положив монету пред ними, взял один хлеб и ушел оттуда. И более же не являлся в город тот. Тогда философы убедились, что старец тогда был действительно добродетельным мужем. Подойдя к хлебным продавцам, они дали им монету в соответствии с стоимостью хлеба, купленного старцам. А золотую монету взяли себе. Вернули назад. И дальше жития. Ефиминова, 15. Чтобы ответить на вопрос, я должен из 1173 житий выбрать именно вот тот нужный. Другого нету. Кавычки открыты. Василий последствий, архиепископ Солунский, рассказывает о той божественной ревности, которые горели поощряемые святым пастырем Иннеки новой обители. Так, например, когда в обитель их случайно попала одна еретическая книга, то они тача же сожгли ее. Однажды, когда Василий вместе с другим братом Иоанном, именуемым Безмолвником, был в пустынном месте и ему угрожалась смерть от голода и утомления, к ним внезапно явился преподобный и принесенный им пищей несколько подкрепил их силы, что они могли продолжать свой путь далее. С собой ничего нет, они брали. Какой простой путь оказал Христос и доступный каждому. И Матфея, 11 глава, 30 стих. Ибо иго, мое благо, и бремя мое легко, он назвал его легким. И додумались так все усложнить, такие наворочили подвиги, как сегодняшние экстремалы. Им бы только прыгать в пропасть, летать над бездной, спускаться в огнедышащие вулканы и глубины морские. А для чего? Там они гибнут тысячами. Сколько юродивых потонуло в юродстве? Если на тысячу юродивых, как Серафим говорит, только один настоящий, то сколько же ушло в песок сил, труда, обескравливания народа, что Египет и другие места обитания монахов стали полностью нехристианскими. Это же общий итог, черта, подбитый результат, что делается и не от евангельской проповеди выросла. Итак, а что в речь? Трудиться в поте лица монахи. Давай, пишем. Трудиться в поте лица. Все на этом сегодня. Но мы так и вчерашний должок один, никак, надо решить нам будет дописать по деяниям. Вот сейчас.